Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня четверг, 30 ноября. Как обычно, в это время, каждую неделю мы собираемся, чтобы обсудить основные тенденции, новости по криптовалютам и понять, как можно заработать в самое ближайшее время на изменении цены подобных активов. Прежде всего, пожалуйста, поставьте плюсики в общем чате, если меня хорошо видите и слышите. И мы уже перейдем к посмотрению того материала, который мы для вас подготовили. Да, отлично, судя по всему, звук и картинка есть, все хорошо, поэтому можем начинать. На самом деле, в последние два дня, вчера и сегодня, были очень волатильные, да, вот эти два последних дня. Проще говоря, было жарко, на самом деле, многие очень хорошо заработали на этих движениях, но есть и те, кто понес потери, опять же, те, кто, скажем, купил по очень высокой цене, купил на хаяк, что называется. Вот к анализу основных криптовалют мы перейдем во второй части нашего вебинара. Это будет буквально через 5-10 минут. Начнем, как обычно, с небольшой теоретической вводной части и далее уже обсудим, и самый главный вопрос, я думаю, у всех, что будет дальше со сферой криптовалют, с ключевыми активами, с главными монетами в данной сфере, потому что, опять же, движения вчерашнего дня и сегодняшнего были нечто чем-то выдающимся, да, то есть таким, чего мы раньше не видели, либо, по крайней мере, не видели очень долгое время. Мы еще проведем несколько исторических параллелей сегодня в ходе вебинара, но давайте обо всем по порядку. Учитывая, что у нас вполне могут быть среди зрителей, и их довольно много обычно бывает, только начинающие знакомятся с данной сферой, мы всегда начинаем с небольшой теоретической вводной части, и поэтому давайте начнем с самых простых моментов, что такое криптовалюты, я думаю, так или иначе вы все уже понимаете, это актив, который является цифровым или виртуальным, то есть его, скажем, нельзя потрогать, либо положить в привычный кошелек, но, тем не менее, можно использовать для проведения самых разных расчетов. Если, скажем, еще несколько лет назад довольно сложно было оплачивать какие-то покупки в биткоинах или делать переводы, скажем, от одного человека или организации к другому, то сейчас на самом деле все больше и больше развивается инфраструктура вокруг криптовалют и, в первую очередь, вокруг биткоина, поэтому можно вполне говорить о том, что это полноценное платежное средство, опять же, учитывая тот факт, что Япония в этом году, в апреле, стала первой страной, которая официально признала биткоин именно платежным средством, и поэтому, опять же, нет никаких сомнений именно в предназначении данных инструментов, вот, прежде всего, да, если у вас есть вопрос о том, зачем же нужны криптовалюты, то, в первую очередь, для проведения расчетов и платежей. Конечно же, это изначальная функция криптовалют, изначально они задумывались, создавались, чтобы сделать процесс расчетов и проведения платежей проще, удобнее и надежнее, то есть об этом мы тоже, я думаю, скажем несколько слов. Но вот в последние годы, и особенно в нынешнем году, криптовалюта во главе с биткоином становится главным инструментом для инвестиций и получения спекулятивного быстрого дохода. То есть, если вы посмотрите на любой график криптовалюты, ну, желательно из топ, да, хотя бы, либо топ, скажем, 10-15 криптовалют, либо те, которые только начинают выстреливать, да, что называется, на сленге, то увидите, насколько сильно они могут вырастать за довольно короткий промежуток времени и доходность, скажем, в несколько сотен процентов за, скажем, считанные недели или месяцы не является чем-то экстраординарным. Поэтому, конечно, именно в качестве инвестиций и спекулятивного заработка мы рассматриваем криптовалюты и, на самом деле, вот компания Амаркетс, да, брокер, который проводит для вас данный вебинар, предоставляет возможность каждому торговать криптовалютой и использовать те из них курсы, которые происходят каждый день на десятки процентов, использовать их для того, чтобы получить дополнительный доход. Но если мы вернемся изначально, еще вот на расстоянии нескольких лет назад, то нужно сказать о том, что, скажем, криптовалюта – это не просто какой-то хайп, какая-то, скажем, пустышка, и от них не может быть какой-то ощутимой пользы. На самом деле, как уже было мной сказано, технология блокчейн, на которой основаны криптовалюты, является крайне полезной, а это уже было признано всем, по сути, финансовым сообществом. Поэтому вы, я думаю, регулярно видите различные новости о том, как тот или иной банк, либо государство, например, использует в своих повседневных делах, да, именно проекты, развивает проекты на основе технологии блокчейн. Почему, да, почему это так? Потому что, во-первых, существенно сокращается время на обработку транзакций. Например, если, скажем, в обычных условиях банк один отправляет сумму банку другому, это может занимать, скажем, до пяти дней рабочих, мы это знаем, не только переводы между физлицами идут такое количество времени, то при использовании технологии блокчейн практически моментально все происходит, то есть существенно сокращаются издержки, и во многом, конечно, более надежные такие переводы, потому что, вот можно привести довольно простой пример, если вы делаете оплату банковской картой, скажем, через интернет, то как минимум 5-7 звеньев в этой цепочке участвуют в обработке данной транзакции и так или иначе видят ваши конфиденциальные персональные данные. Если же мы говорим про использование криптовалют, либо технологию блокчейн, например, то обнаружится, что всего лишь два звена есть в этом случае, только отправитель и только получатель. То есть, поэтому, скажем, какая-то утечка данных на любом из этапов, она практически исключена. За исключением того, скажем, когда ваши конфиденциальные ключи, так называемые ключи, которые вы используете для совершения операций и для доступа к вашему кошельку, они за исключением тех ситуаций, когда они попадают в какие-то третьи руки. Но, опять же, это уже зависит именно от пользователя, то, как он тщательно оберегает эту информацию. Биткоин, первое упоминание о нем было в 2008 году. В 2009 году, по сути, начались первые транзакции, первое, использование биткоина. Ну и, опять же, про главные преимущества в расчетах мы уже сказали. Опять же, очень интересный момент, что при использовании технологии блокчейн вы можете видеть информацию по каждой сделке, которая совершалась, скажем, ранее, либо совершается сейчас. Эта информация открыта, и вы можете видеть все детали, за исключением того, кто отправил сумму и кто ее получил в итоге. Конечно, это обеспечивает определенную открытость системы и обеспечивает некие гарантии также, потому что вы, скажем, можете подтвердить ту или иную операцию в любой момент. Вся система криптовалюты поддерживается так называемыми майнерами, то есть узлами системы. Любой компьютер, даже, скажем, ваш или мой, может стать таким узлом, и мы можем участвовать в обработке транзакций. То есть, например, если я, скажем, делаю перевод к какому-то третьему лицу, то эта операция должна пройти несколько этапов подтверждения. То есть на самом деле, скажем, сумма списалась с моего кошелька, и на самом деле она была зачислена на кошелек получателя. Как раз-таки вот майнеры, эти узлы системы участвуют в обработке и подтверждении этих транзакций, за что и получают вознаграждение в виде криптовалюты. То есть, скажем, биткоин никто не может создать просто по, скажем, своему личному решению, да, как в случае с обычными деньгами. Допустим, если ЦБ России решит выпустить, скажем, еще несколько миллионов рублей, да, напечатать, он просто отдаст соответствующую команду, и это будет сделано. Если же мы говорим про криптовалюту, то из ниоткуда они взяться не могут, они должны появиться именно как результат за обработку транзакций и поступят именно тем майнерам, которые поучаствовали в подтверждении данных операций. Вот опять же децентрализация данной системы – это тоже один из важных плюсов. То есть нет какого-то единого узла в системе, нет какого-то центрального узла, который может регулировать, контролировать все и принимать какие-то решения, которые, скажем, могут повлиять на работоспособность всей системы. Количество биткоинов заранее известно и ограничено. Да, это, я думаю, тоже всем или многим из вас известный факт. Что это означает? Означает, что предложение биткоинов заранее ограничено, а спрос на них постоянно растет. То есть с этим и обусловлено в первую очередь то ускорение в локтировках, которое мы видим в последние годы. То есть если есть какой-то товар, скажем, который востребован, который пользуется высоким спросом, но при этом мы знаем, что его, скажем, темпы появления нового такого товара будут постоянно замедляться и, более того, ограничено заранее конечное число вот этих монет в нашем случае, то, конечно, мы будем стараться купить их раньше и дешевле. То есть именно это и был главный фактор, который влиял на рост криптовалют, особенно вот в первые годы. Сейчас, если мы говорим про настоящий момент, то во многом именно психологии участников рынка поддерживается тот рост, который мы видим. Опять же важно учитывать, что разные люди, разные участники системы, разные инвесторы в разное время получают информацию о биткоине. То есть кто-то узнал о нем еще 5 лет назад, допустим, оценил данную технологию и купил биткоин очень дешево по современным меркам. Кто-то узнал о нем только в этом году и, скажем, также заинтересовался данной темой и решил поучаствовать в его росте. Вот приток именно нового капитала в данную сферу и обеспечивает рост курса. Ну и плюс, опять же, об этом мы сегодня чуть позже поговорим. Есть некий элемент манипуляции на рынке криптовалют, как и на любом финансовом рынке, если вы возьмете, скажем, фондовый, где также есть крупные участники рынка, которые в большинстве влияют на те движения в котировках, которые мы видим. Так и рынок криптовалют подвержен определенному влиянию извне. Точнее, вот те, скажем, крупные держатели криптовалют, например, влияют на рост, либо на снижение котировок, на его цену. И плюс есть довольно большое количество, мы знаем, и крупных майнеров, да, больших ферм, ну и, конечно, биржи криптовалют – это тоже важный элемент данной системы. Поэтому, опять же, мы вернемся, когда будет график рассматриваться, мы вернемся к тому, что, например, те ситуации, которые были по биткоину и по другим криптовалютам в последние дни, они во многом были созданы искусственно. То есть кто-то сознательно разгонял цену, и мы это, опять же, можем видеть на графике, потому что, повторюсь, подобные ситуации были ранее и по фондовому рынку, да, многократно. Поэтому определенный почерк можно обнаружить именно на графике изменения цены. То есть тот, кто купил раньше сознательно, имея возможность разгонять цену инструмента, чтобы продать то, что он купил раньше, по более выгодной цене. И вот когда уже последние, скажем, участники, которые поздно узнали о движениях по биткоину, начинают входить в рынок, вот и начинается довольно массовая распродажа. Но, опять же, об этом чуть позже. Два термина, которые вы должны знать на начальном этапе особенно, это блокчейн, вот то, о чем мы уже сказали. Не стоит путать блокчейн с биткоином. Биткоин – это просто монета, первая криптовалюта, которая появилась, а блокчейн – это технология. То есть это более широкое понятие. И, допустим, скажем, биткоина может уже не быть, да, ну, все возможно, но блокчейн при этом, скажем, останется. Потому что это технология, которую, опять же, используют в данный момент многие финансовые институты, в том числе государственные, поэтому, вот опять же, не стоит данные понятия между собой смешивать и путать. То есть в чем суть основная блокчейна? В том, что есть некая цепочка блоков или цепочка информации, которая уже после своего формирования не может быть изменена. Вот то, о чем мы говорили. Если, скажем, мы зададимся целью, мы можем найти информацию по любой транзакции, которая была ранее совершена. Вся эта информация хранится, и ее невозможно уже будет каким-то образом поменять. ICO же – это способ привлечения инвестиций на основе криптовалют по аналогии с IPO. То есть только IPO – это первичное размещение акций компаний на фондовом рынке, а ICO – это именно метод работы через криптовалюту. То есть когда привлекается криптовалюта для решения каких-то, точнее, ну, скорее, для развития стартап-компаний, начинающих, которые, опять же, работают именно в сфере блокчейна, развивают проекты на основе блокчейна. И, наконец, тоже очень важный нюанс – это то, через какую площадку вы сможете торговать с криптовалютой. Опять же, есть два основных варианта. Изначально были только биржи криптовалют, о них мы уже сегодня немного говорили. Но вот в последнее время особенно появляется возможность торговли криптовалютой и через регулируемые брокерские компании. Одной из таких компаний является Amarkets, которая для вас данный вебинар проводит. Плюсы и минусы использования того или иного, той или иной площадки для торговли, вы можете видеть на данном слайде. Вот, например, кто торгует на бирже криптовалют, вчера было очень много комментариев о том, что в моменты резкого движения, когда биткоин начал сильно снижаться, на многих биржах возникли проблемы с ликвидностью, было резкое расширение спредов. Кто-то вовсе где-то были недоступны котировки, либо сделку не получалось закрыть, потому что просто не было, скажем, в случае, когда криптовалюта падает, и вы хотите ее продать, нужен покупатель. То есть вчера просто не было, скажем, на каких-то биржах тех участников, которые хотели бы купить, потому что был некий элемент паники, было сильное снижение, все валилось, причем довольно сильно. Такое было ранее, конечно, но, опять же, если мы говорим о числовом выражении, то есть больше, чем на 2 тысячи долларов, вчера в моменте было снижение, именно в числовом варианте не было, подобных биржей не ранее. Поэтому, опять же, есть некий вопрос по поводу того, правильно ли использовать биржу криптовалют для торговли, учитывая еще и инциденты в прошлом, скажем, банкротства крупнейшей биржи, на тот момент MT-GOX в 2013 году, и вот нынешним летом была ситуация с биржей BTC, которая заморозила на почти все лето и даже начало осени торговые счета трейдеров, не позволив совершать сделки и не позволив, например, заработать на росте биткоина после форка первого, после появления Bitcoin Cash в августе нынешнего года. А в то же время, скажем, через брокерскую компанию вы можете работать, не думая о стороне надежности, каких-то гарантий, потому что есть и финансовая защита, и наличие физических офисов, ну и прочие инструменты, которые сделают работу удобнее. То есть это и платформа Minotred F4, которая подходит отлично для рынка. Вот именно в нее мы сейчас и перейдем несколько позже, буквально уже через две минуты. И удобный способ внесения снятия суммы, при том, что комиссия полностью компенсируется, например, отдаем на снятие в некоторых ситуациях тоже. Поэтому сейчас предлагаю закончить с вводной частью и перейти уже в торговую платформу, чтобы в режиме реального времени обсудить ключевые криптовалюты и последние движения по ним. Отмечу, что в общем чате вы можете задавать вопросы в любой момент времени. Мы к ним вернемся ближе к окончанию нашей трансляции сегодня. Сделать это можете как в общем чате, так и в специальной вкладке «Вопросы» к данному вебинару. А пока же запускаю трансляцию рабочего стола моего компьютера. И, пожалуйста, поставьте плюсики в общий чат, если вы видите торговую платформу. Да, отлично. Спасибо за обратную связь. Переходим. Прежде всего, конечно, вы видите сразу этот желтый прямоугольник, который обозначает движение последних дней. В ходе прошлого вебинара неделю назад мы отметили боковую консолидацию. Сейчас будет более лучше ее видно. Вот именно в прошлый четверг мы говорили о том, что с нетерпением ожидаем выхода биткоина за рамки этой боковой консолидации. Еще не нескольких дней биткоин находился в рамках нее. Это можно было интерпретировать как набор позиций. Опять же, то, о чем мы говорили, есть ряд крупных участников, которые в этой консолидации готовили себе некий плацдарм для дальнейшего движения наверх. То есть набирался объем на покупку. И после выхода за рамки консолидации, конечно, можно было говорить о том, что будет биткоин расти в цене. Опять же, он вырос сильнее, чем многие ожидали. В том числе мы планировали закрывать позицию в случае пробоя уровня примерно в районе 10 тысяч долларов. Это, опять же, не новость. Это психологически важный уровень отметки в 10 тысяч. И так или иначе, у многих стояли цели, у многих покупателей биткоина именно на данном уровне. Как мы видим, биткоин сходил даже выше. Но, опять же, если мы смотрим на дневной график цены, то видим, что закрытие вчерашней торговой сессии произошло ниже этой отметки. Во многом поэтому и по поведению цены можно было судить о том, что сегодня будет снижение. Мы обещали вернуться к некоторым историческим параллелям. На самом деле, может быть, вы слышали о том, что многие считают биткоин, криптовалюту, неким подобием финансового пузыря, когда необоснованно раздувается цена на какой-то актив. Есть элемент эйфории, когда мы верим в вечный рост и покупать готовы по любой цене. На рынке невозможен вечный рост. Это, опять же, было подтверждено по множеству ситуаций в прошлом. И поэтому коррекции, конечно же, будут. И сейчас, вероятнее всего, мы наблюдаем одну из них. Если мы посмотрим на график изменения биткоина, то увидим, что уже были похожие ситуации ранее. Вот в ходе прошлой волны роста, например, когда биткоин в 2016 году, например, поднимался на тот момент с 400 долларов до 730. Это было очень масштабное движение для того момента. Мы можем видеть похожую свечную формацию. Можем видеть также, как происходило некое ускорение в течение нескольких дней. И затем следовало настолько же сильное падение. Если мы, скажем, уйдем еще чуть дальше, в 2015 год, то увидим тоже нечто похожее. То есть обратите внимание, прежде всего, на несколько свечей зеленого цвета, очень больших, аномально больших размеров. То есть это означает, что идет так называемая накачка. То есть есть спекуливный объем на покупку. Опять же, можно вернуться к разговору о некой манипуляции рынком, когда тот, кто, скажем, набрал позицию раньше, подталкивает цену вверх, чтобы, скажем, те, кто не верил до последнего в то, что рост продолжится, вошли в сделку и купили. Купили биткоин по, скажем, уже максимально дорогой цене. И затем этот крупный участник рынка начинает свою позицию на покупку закрывать и тем самым провоцируя разворот в моменте. Согласитесь, ситуация похожая. То есть есть в данный момент аналогичное движение на рынке. Есть низко свечей, особенно вот последнее, вчерашнее, аномально большого размера. Больше 2000 долларов, напомню, вчера мы именно в денежном эквиваленте прошли. Да, в процентах, может быть, это и не так много. То есть там, скажем, с 9 до 11 тысяч. Мы выросли до несколько больше 20%, получается. Да, если мы в процентах берем. И сегодня, скажем, упали чуть больше, чем на 20%. Но именно в денежном варианте, конечно, это очень солидное изменение цены. И, конечно, это важно. Это важно сейчас понимать. Именно данная формация свечная может служить неким основанием для того, чтобы считать, что коррекция может продолжиться в ближайшие дни. Прежде всего, после подобных сильных движений нужно взять небольшую паузу, скажем, понаблюдать, может быть, день, может быть, два за тем, что будет дальше. Потому что в идеале у нас должны сформироваться новые уровни поддержки и сопротивления. Сейчас они довольно размыты. У нас по-прежнему есть основания, есть стратегия, в которой мы придерживаемся. Это торговля от круглых значений цены. То есть, если даже мы возьмем текущие поддержки, то это отметка в 9 тысяч долларов за одну монету. Именно от этого уровня мы отбивались вчера и отбивались сегодня. То есть, сейчас главная отметка, за которой стоит наблюдать, это 9 тысяч долларов за одну монету. И если мы закрепимся ниже данного уровня, то будут серьезные основания для того, чтобы продавать данную криптовалюту. Если мы посмотрим, скажем, на ситуацию с прошлой коррекцией, которую сейчас обозначу также на графике цены, то мы видим нечто похожее. То есть, у нас был уровень, там была отметка в 6,950-7 тысяч. И после пробоя данного уровня мы сходили до 5, до 5500. Вот нечто похожее может быть и сейчас вполне. То есть, важно наметить для себя основные уровни. И на самом деле главная рекомендация, что, пожалуй, пока не стоит покупать биткоин. Если у вас еще какая-то осталась позиция на покупку, то, конечно, можно оставить небольшую ее часть. Но если вы вне рынка, либо, если вы, скажем, продаете, то пока ничего не стоит делать. И в первую очередь не стоит покупать, потому что пока нет того сигнала, который покажет, что коррекция окончена. Вот мы в ходе вебинаров обычно всегда ранее давали подобные рекомендации и удачно находили именно моменты, когда можно вернуться в рынок именно с позиции покупок. То есть несколько раз, пока мы проводим данные мероприятия, мы уже подобные моменты находили. В частности, вот после коррекции на негативе из Китая, тогда был сигнал мощнее для входа в рынок, именно с позиции покупок биткоина. Была соответствующая свечная информация. То же самое. Вот можно определить некий универсальный паттерн на графике, который вам подскажет, что можно входить в рынок опять. Это также аномально большая свеча зеленого цвета. То есть мы видим, что был очень сильный объем на покупке и свеча большого размера в данный момент. После этого мы наблюдали разворот, локальный разворот, потому что была нисходящая коррекция, нисходящее движение. И мы после этого отправились дальше вверх. И то же самое было дальше. Уже в ноябре. Тогда был очень быстрый разворот. И если вот нечто похожее мы увидим сейчас, то после этого только можно будет войти в рынок вновь. Именно с позиции покупок. Пока же стоит оставаться вне рынка, либо постепенно начинать продавать. Но основные позиции на продажу лучше открывать после пробоя уровня в 9000 долларов за одну монету. Это что касается ситуации с биткоином. Вот так же стоит отметить, что исходя из того, что мы видели на истории ранее, не стоит исключать такой вариант, что коррекция может затянуться по времени. Мы можем вполне вероятно увидеть снижение до конца нынешнего года. Если, скажем, сейчас мы не увидим вновь довольно высокий объем на покупку. С чем это связано? Связано с тем, что те, кто, скажем, хотел купить, да, уже был. Сейчас цена для покупки кажется уже не очень привлекательной. И вот тем более после событий последних дней я думаю, что все будут ожидать дальнейшего снижения, чтобы купить по лучшей цене. То есть, скажем, сейчас многие готовы были бы купить биткоин по 7000, скажем, по 8000, но не по 10, не по 11000. И вот опять же очень быстро произошло это движение. Почти до 12 в моменте. Тысяч за один биткоин. Очень быстро. Многие планировали подобный сценарий только к концу нынешнего года. Поэтому некий элемент затишки, либо продолжение коррекции, он еще, вероятнее всего, продолжится. Что подтверждается, опять же, похожими ситуациями в историческом прошлом. Мы еще говорили несколько слов о том, что есть элемент манипуляции рынком. На самом деле это похоже на то, потому что не секрет, есть довольно крупные держатели биткоина и криптовалют в целом. То есть по статистике большая часть биткоинов находится у ограниченного круга людей примерно в 5-10%, ну скорее даже 5% от общего числа участников системы, которые, конечно, хоть и верят в вечный рост и в погорение новых максимальных вершин, но тем не менее будут выходить в фиат. В любом случае будут выходить в доллар, скажем, в другую валюту. Поэтому отметка в 11-10 тысяч за один биткоин – это очень хороший момент для того, чтобы зафиксировать свою прибыль и перевести сумму хотя бы какую-то часть из биткоинов в фиатные деньги. То есть вот так называемый умный капитал, который заходил гораздо раньше, и он сейчас в любом случае будет выходить из биткоина уж точно и фиксировать часть своих прибыли. Опять же, это не означает, что биткоин будет падать очень сильно и очень долго, потому что те же самые капиталы могут вернуться уже при первых признаках к развороту. Да, вот те ситуации, которые мы на графике показали, то, что было несколько месяцев назад и несколько недель назад, вполне подобное может повториться. Но пока, повторюсь, нужно взять некую паузу именно с покупками по биткоин, о чем говорит именно график цены. Кому интересно, можете в интернете посмотреть график так называемых финансовых пузырей, и вы поймете, что бывает после резкого выхода объема на покупку. Обычно бывает довольно сильное снижение. Так это будет или нет, мы увидим уже совсем скоро. Пока же главный сигнал – это уровень 9000 долларов за одну монету. именно данный ценовой объем мы предлагаем работать трейдером. Вот, насколько я понимаю, в общем чате по трансляции уже ранее размещалась ссылка на наш телеграм-канал. Именно в телеграм-канале и телеграм-чате мы обсуждаем в режиме реального времени все самые актуальные торговые идеи по криптовалютам. Поэтому, чтобы, скажем, не ожидать до следующего четверга, до следующего вебинара, какую-то следующую порцию новой информации, новых торговых идей, я, конечно, рекомендую вам присоединиться к нашему чату уже сейчас. Переходим к другим криптовалютам. У нас их на очереди сегодня будет около 9. И обязательно про каждую из них мы постараемся хотя бы несколько слов сказать. Вот отличная торговая идея, которая также была озвучена на прошлом вебинаре, в прошлый четверг, это сделка по эфиру. Мы упоминали о том, что вот та двойная вершина, которая отмечена желтыми прямоугольниками, должна покориться в этот раз. То есть, вероятнее всего, мы должны были пробивать уровень в 400, точнее, 380-390 долларов за одну монету эфира. И ушли до 500 долларов. Но, опять же, в последние дни, конечно, довольно легко можно было зарабатывать на криптовалютах, просто купить почти любую из них, и у вас будет почти гарантированный на 100% рост. Какую бы мы ни взяли криптовалюту, пожалуй, все росли до вчерашнего дня. Поэтому кто-то может сказать, что это и не так сложно было спрогнозировать. Но на самом деле у нас были некие основания на прошлой неделе именно с позиции технического анализа по эфиру. Но в то же время, стоит признать, что эфир – это был не лучший выбор, потому что, да, было движение вверх, да, можно было заработать, но были криптовалюты гораздо более активные, которые прибавили в процентном отношении гораздо больше. И, кстати, вот сейчас отметьте, пожалуйста, очень характерную тенденцию, которая наблюдается в данный момент. Происходит откат почти по всем криптовалютам именно к тем уровням, которые мы отмечали ранее, вот важные отметки, которые были пробиты в ходе последней недели. То есть то же самое мы видим по Litecoin, например. То же самое абсолютно мы видим по ETH Classic. Присмотритесь внимательно, да, мы об этом говорили. Вот очень похожая ситуация на эфир по ETH Classic. Это при том, что в целом они не так сильно между собой коррелируют. Если по эфиру была в целом позитивная тенденция, да, мы видим, что криптовалюту поджимали к верхним значениям, у нас есть линия восходящей тенденции, есть уровень, вдоль которого набиралась позиция на покупку, то вот ETH Classic смотрелся плохо. Мы говорили, что это одна из довольно слабых криптовалют, но вот на волне этого ажиотажа всеобщей эйфории ETH Classic тоже довольно сильно прибавил в цене, но здесь главное было вовремя из него выйти, потому что очень быстро он упал с 32 обратно до отметки в 20 долларов. То есть вот ключевая сейчас тенденция, которая происходит, это откат криптовалют к тем важным уровням, к прошлым максимальным отметкам, которые были в своестегнуты. И если мы придерживаемся данной логики, то биткоин должен опуститься как минимум до отметки в 8300 примерно за одну монету. То есть это как раз-таки прежний максимум, и далее там идет уровень в 7500. Вот к какому-то из этих значений вероятнее всего биткоин опустится в ближайшее время, если мы не увидим повышенный объем на покупку вблизи уровня в 9000. Опять же мы возвращаемся к данному уровню. Что касается эфира, то сейчас есть два сценария основных по данному инструменту. Он также, как вот только что мы сказали про биткоин, может остановиться, остановить свое падение вблизи отметки в 390. Это прежний максимум и очень сильный уровень. И продолжит свой рост, либо уйдет ниже. И вот если он идет ниже отметки в 390, то эфир также будет отличным кандидатом на продажу. Можно будет смело открывать позицию именно короткую по данному инструменту и зарабатывать на снижении курса. На наш взгляд более вероятен второй сценарий, потому что все-таки после подобного сильного выхода объема на покупку должна быть некая коррекция, некоторое затишье и спокойствие на рынке. То есть это либо боковая консолидация. Мы об этом тоже, кстати, регулярно говорим. То, что по большому счету есть две фазы у рынка криптовалют. Это фаза взрывного роста, когда он очень сильно растет и прибавляется не в десятки процентов в день. И фаза спокойствия, когда либо мы наблюдаем коррекцию к ранним уровням, либо просто боковую консолидацию. То есть актив стоит на месте. Вот именно основываясь на этом, мы неделю назад говорили, что после консолидации по биткоину обязательно будет ускорение. Но мы еще рассматривали вариант с продажей, но там она была бы возможна только при пробое определенного уровня сверху вниз, который не состоялся. То есть понятное дело, что реализован был сигнал именно на покупку. Двигаемся дальше. Биткоин кэш – это очень интересный инструмент, особенно в последние недели. Не так давно он был лидером роста, обгоняя даже биткоин в какие-то из дней по своим движениям. Но сейчас он также является довольно слабым инструментом. Ситуация во многом похожая. Сейчас общий сценарий почти по всем криптовалютам. Дождаться движения вниз, либо локально продавать. То есть можно сейчас работать на продажу криптовалют. Вот именно сейчас. Правда, при этом цели будут довольно близко расположены. Большую прибыль с этого пока не получить. Либо подождать. Можно подождать снижение до важных ценовых уровней. По биткоин кэш – это уровень в 1150. Мы видим, что именно здесь ранее были консолидации. Это, во-первых, было вот здесь, когда после волны роста он консолидировался. И подобная же ситуация была вот в этой ситуации. То есть мы видим, что есть некая поддержка. Эта поддержка довольно сильная. Опять же, круглое значение цены рядом. Это 1000 за одну монету. Поэтому биткоин кэш вполне может найти для себя опору на одном из этих значений. Но пока же он смотрится слабо. И распродажи по нему также идут, как и по биткоину. Поэтому также покупать, пока его точно рано, он может еще опуститься. Покупать стоит только при первых признаках к развороту и возобновлению тренда. Подобные признаки мы уже тоже сегодня обсудили. Это довольно большие по размеру свечи зеленого цвета. То есть преобладание уже объема на покупку в моменте. Ну и вот закрепление выше еще одного важного уровня. Это, кстати, прошлое значение, от которого состоялся обой цены. Это примерно 1300 долларов за одну монету. То есть если мы вернемся выше отметки в 1300, то можно будет смело покупать и уже удерживать позицию дальше. Но пока же покупки делать не стоит. И также второй сценарий, если мы оказываемся ниже отметки в 1150, либо даже в 1000, то неминуемо будет снижение к дальнейшим уровням. То есть это отметка в 600. Ну сначала 850 у нас важный уровень, и затем уже 680, это я вот сейчас обозначу, это прошлый максимум. Да, 680, это прошлый максимум, который был сфиксирован еще в начале этого месяца. Это что касается ситуации по Bitcoin Cash. Далее на очереди Ripple. Вот Ripple на самом деле уже приобрел такую характеристику, как одна из самых стабильных, но относительно стабильных криптовалют. Опять же, если мы возьмем его в процентном соотношении, то цена меняется довольно сильно. Может вырасти, скажем, с 18 до 30 центов, и это почти 70% от цены. Но если мы берем именно в номинальном выражении, в денежном, то так или иначе он уходит вокруг уровня 20, между уровнем 20 и 30 центов за одну монету. Ripple очень сильно вырос, напомню, в начале этого года почти на сотни процентов. Да, можете посмотреть информацию в интернете. Он стоил буквально считанные сатоши монеты, минимальное количество. Но сейчас он торгуется вблизи от метки в 30 центов. Мы постоянно заявляем о том, что это фундаментально очень крепкая криптовалюта, потому что на основе Ripple осуществляются многие банковские переводы, банковские взаимодействия, и он реально используется в финансовом секторе, ведущими мировыми финансовыми институтами в данный момент. И в банковской сфере особенно это сейчас очевидно, заметно. Регулярно есть публикация о том, что Ripple реально используется и помогает многие процессы в банках оптимизировать. Но в нем нет именно спекулятивного задора, который есть во многих других криптовалютах. То есть в нем нет периодов такой сильной накачки и сильного роста на десятки или на сотни процентов. Поэтому пока все росли, Ripple опять же находился в рамках своей консолидации. То есть да, он там прибавил в моменте около 40 процентов, это много, это много, но опять же от него можно было бы ожидать еще большего. От него все ожидали обновления исторических максимумов. Да, у него максимум примерно на отметке 33-35 центов исторический. И уже давно говорят о том, что он должен стоить 60 и может быть 80, а может быть и даже доллар. Но пока он стоит на месте, и есть подозрение, что он и дальше будет находиться в рамках этой консолидации. Поэтому по Ripple можно взять паузу, либо можно использовать стратегию торговли вот в условиях бокового канала, боковой консолидации. Здесь все просто купить вблизи нижней границы и продать вблизи верхней границы. Но продажи могут быть опасными, потому что опять же в любой момент Ripple все-таки может ускориться. По крайней мере этого многие ждут. Но наш совет в отношении данной криптовалюты это пока оставаться в стороне от рынка. Именно крупный объем, пока в него не стоит размещать, можно будет сделать при закреплении выше отметки 30 центов. То есть это верхняя граница, линия оранжевого цвета. И на самом деле это сильный уровень. Если криптовалюта окажется выше о него, то уже можно будет входить с довольно большим объемом. Самые интересные криптовалюты, которые были в ближайшие недели, пожалуй, конечно же, это Dashcoin. Мы обязательно именно его сейчас обсудим. Также Monero очень неплохо сходил. И Litecoin. Litecoin, конечно, тоже был среди фаворитов. Но отметим одну ситуацию. Если Litecoin и Monero уже снижаются вот к тем уровням, о которых мы говорили, это уровень прежних максимумов. Мы видим, что и Monero сейчас стоит на своем прежнем максимуме. Отметка в 150. И Litecoin тоже приближается. Он еще не встал. Но он приближается к отметке в 70. И вполне может уйти до 65. Это вот линия вторая. Горизонтальная. Видите, надеюсь, ее. Кстати, мы в ходе прошлых вебинаров финансировали покупку Litecoin именно выше отметки в 65. Вот на данном уровне. Можете записи на нашем канале YouTube посмотреть. Там все это будет... Это не какая-то закрытая информация. На самом деле мы финансировали покупку выше уровня 65. Именно после пробоя данного уровня и наблюдали ускорение. Цены до 100 долларов дошел Litecoin, после чего сейчас он снижается. Ситуация здесь во многом аналогичная. То есть сейчас стоит ориентироваться на его дальнейшее снижение. Вероятнее всего он может найти точку опоры вблизи уровня 73. Это вот первая граница. И второй его уровень, где он также может найти себе поддержку, это 65. Покупать его раньше, достижение этих уровней, пожалуй, что будет не очень правильно и не очень эффективно. Аналогичная ситуация по Monero. То есть мы сейчас находимся на важном уровне и очень интересно будет понаблюдать за Monero именно с позиции продаж даже на самом деле. Потому что если он также закрепится ниже отметки в 150 за одну монету, то будет довольно интересное движение вниз. Оно наверняка в таком случае состоится. Можно еще провести некую линию поддержки, вдоль которой раньше набиралась позиция, и понять, что будет он снижаться как минимум до отметки в 120 примерно, а может быть и в 110 за одну монету. Но опять же только в том случае, если мы окажемся ниже уровня в 150. Не исключено, что на этом уровне, на историческом максимуме, мы найдем сейчас поддержку и уйдем еще выше, на 200, например. Но опять же покупаем мы только в том случае, если будет дополнительное подтверждение. То есть появится некий объем на покупку. Скажем, мы закрепимся выше уровня прежней консолидации, это отметка в 170. И допустим, по 170 один уже можно покупать. Будет Monero. с целью как минимум на 200-220. Это вопрос времени. То есть нужно подождать, опять же, что будет дальше происходить с данной криптовалютой. Двигаемся дальше. И дальше вот то, я думаю, чего многие ждут с нетерпением, анализ именно по Dashcoin. Есть некая тенденция, на самом деле, репутация Dashcoin. На наш взгляд, очень сильно улучшилась в последние дни, в последние недели. Почему? Потому что пока все падало в ходе вчерашней торговой сессии, Dashcoin рос. Что это означает? Означает, что криптокапитал пересекал не только в фиат, не только в доллары были выводы и массовое покрытие позиций, но прежде всего именно в Dashcoin. То есть, скажем, те, кто продавал вчера биткоин, переводили свои деньги именно в эту криптовалюту. И именно по ней был прирост наибольший, практически среди основных, среди топовых криптовалют за вчерашний торговый день. И сегодня, точнее, не только вчерашний, но и сегодняшний день тоже на рекордсменах. То есть, мы видим две просто феноменально большие по размеру свечи зеленого цвета. И, конечно, это очень интересная ситуация. Но, опять же, будьте осторожны. Мы сегодня уже говорили о том, что покупать на максимумах это дело неблагодарное. То есть, покупать стоит, когда у нас, скажем, есть уровень, за который можно зацепиться, и есть некая область консолидации. Вот здесь можно было покупать, потому что была некая консолидация после роста и была тенденция к его продолжению. Но, скажем, покупать сейчас довольно рискованно, потому что может повториться ситуация с биткоином. сейчас может наблюдаться сценарий либо выхода из дешкоина в фиат, также, либо переток какой-то небольшой части из дешкоина, скажем, в биткоин обратно. Либо в другие товареты, тоже из топовых. Поэтому, вероятнее всего, мы все-таки увидим снижение в ближайшие дни. Оно будет, может быть, и небольшим, но покупать дешкоин, пожалуй, тоже пока не стоит. Нужно, чтобы было за что зацепиться. То есть, такой уровень, за который можно поставить стоп-лосс, то есть, ордер, ограничивающий потери, и уровень, у которого будет комфортно заходить в позицию на покупку. То есть, сами можете посмотреть, да, это видно хорошо на графике. Оптимальные точки для входа в рынок, которые мы также в ходе прошлых вебинаров обозначили. И вот подобное нужно искать сейчас. Это вот у нас прежний максимум был здесь, и консолидация выше этого максимума. Затем у нас также вот то, что я уже обозначил, консолидация после сильного роста, когда, казалось бы, его должны были опускать обратно вниз, должны были выходить из него деньги, но этого не произошло. Поэтому он продолжит свой рост. Вот нам нужна какая-то аналогичная ситуация, чтобы можно было купить Dashcoin именно сейчас. Я говорю именно про открытие новых позиций, то есть те, у кого уже сделки есть, либо уже хранится Dashcoin, но можете пока придержать, конечно, он вполне может дать еще лучшую цену. Это, пожалуй, вся основная информация, которую мы для вас сегодня готовили. По ключевым криптовалютам мы с вами прошлись. Ситуация будет еще очень интересной в ближайшие дни. Вот то, о чем мы говорили. Видите, Bitcoin Cash уже возможно, пока еще нет точной гарантии, цепляется за уровень. Да, правда, он сейчас выше отбился в 1175 отметка. Но, тем не менее, есть какой-то первый признак того, что, возможно, будет отбой от этого значения. То есть, вот уровень, который мы обозначили, до него несколько не доходит. в данный момент Bitcoin Cash. Поэтому, вполне вероятно, скоро мы увидим разворот и движение к новым максимумам. Но пока будьте осторожны именно с позициями на покупку. Итак, перейдем, пожалуй, к вопросам, которые были. Чат сегодня довольно активный. Спасибо вам за участие. На самом деле, когда волатильность на рынке высокая, интерес сразу повышается к этим рынкам, хотя правильнее было бы заранее запастись криптовалютами и закрыть уже, зафиксировать прибыль после резкого роста. Вот то, о чем, опять же, мы говорим. Это портфельный подход. У нас в компании есть портфель инвестиционный на основе криптовалют. Портфельный подход заключается в том, что вы покупаете, скажем, много инструментов по низкой цене, пока они еще не выросли. и фиксация прибыли происходит после резкого роста. После резкого роста. Обзор у нас проходит каждую неделю в четверг в 19.00. Плюс есть общий чат, где мы большинство реального времени обсуждаем. Монеро принципиально не чем-то хорош, чем, ну, не чем-то лучше, скажем, чем остальные, просто он был на пике. Это в целом довольно надежная, довольно капитализированная криптовалюта, и именно в последние дни он привлек к себе больше внимания, чем другие. У нас и так, скажем, есть, да, некое разделение на активные, приоритетные криптовалюты и менее приоритетные. Риппл, Эфир Классик это те, которые не очень хорошо росли, двигались в последние недели, поэтому они менее приоритетные. А вот Монеро, тот же Дэшкоин, они в топе. Они в топе, за ними мы всегда наблюдаем. Так, вот те, кто еще не успел задать вопрос, можете это сделать, пока у нас есть буквально несколько минут. Дэшкоин, ну, возможно, это топ монеты, на самом деле, но я вижу комментарий от Алексея, но не стоит также ее переоценивать. Мы видим, что после такого резкого роста всегда активы снижаются, хотя бы локально, поэтому это я к тому, что вы можете цену лучше найти для покупки, если вы не купили ее раньше. Мы к этому возвращаемся снова. Если вы купили ее раньше, то, конечно, может удерживать, она будет прибавлять. именно в долгосрочной перспективе. Опять же, локально она может снижаться. Увидим ли мы The Cash по 2000 долларов к следующему лету? Ну, все может быть на самом деле, но The Cash после своего резкого импульса еще в мае, июне, когда он резко вскочил со 100 до 450 долларов, он с тех пор, по сути, больше ничего пока не показал. И вот его можно брать большим объемом только после пробоя прежнего максимума. То есть, выше 400 долларов можно купить, и вот тогда уже точно по 1000 или по 2 даже зафиксировать позицию несколько позже. про Bitcoin Gold я вижу много вопросов. Он пока не так востребован, честно говоря. Именно у наших клиентов по сравнению с Bitcoin Cash он не кажется таким приоритетным для торговли. И фундаментально, опять же, он не очень хорошо покреплен, пока репутация у него. Если Bitcoin Cash, скажем, пока были манипуляции вокруг отмены форка с IGV2X и о том, что многие говорят, что Bitcoin неудобен для расчетов, был очень сильный фундамент у Bitcoin Cash, потому что именно Bitcoin Cash очень удобен для проведения расчетов, и многие компании переходили именно на него. Но у Bitcoin Gold, пожалуй, такого мощного фундамента нет. Итак, еще интересно, что интересного хотели вам сообщить, то, что зрители нашего вебинара сегодняшнего могут рассчитывать на специальные бонусы от нашей компании. Мы предоставим, во-первых, 25% от суммы внесения на торговый счет всем, кто внесет сумму в ближайшие дни. Плюс мы подготовили книгу, это электронная версия очень полезного издания с теорией, а главное с практическим использованием этой теории и стратегиями по торговле, которые мы используем, в том числе в ходе вебинаров наших. Кроме того, хотел бы сообщить, что у нас есть инвестпортфель, вот то, о чем мы уже говорили. Доходность выше 20% в месяц, и это очень неплохая доходность, но в периоды резкого роста она еще больше составляет, поэтому, опять же, как инвестпродукт это будет очень интересно, я думаю. И биткоин-счет также у нас есть, это счет, который вы можете пополнить именно в криптовалюте, то есть без конвертации, без комиссии вносите и таким же образом выводите сумму обратно. Биткоин-счет опять же, может быть очень полезен для торговли не только криптовалютой, но и другими финансовыми инструментами, у нас их более низко сотен находятся в данный момент. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Книгу я советую нашу вам получить, именно по криптовалюте прежде всего, но и есть несколько классических изданий по теханализу и художественной тоже литературой может быть полезна, очень полезна в данном отношении, потому что опять же, рынки все одинаковы, вот эти ситуации с резким разгоном, с сдуванием мыльных пузырей, финансовых пузырей, они описаны даже в классической любой литературе, поэтому без труда вы найдете данную информацию. Книгу можно будет получить по запросу в техподдержку компании на сайте omarkets.org есть все контакты, можете по любым из них обратиться. На этом все, увидимся в следующий четверг в это же время, в 19.00 по Москве, и всем успехов в торговле, неделя будет также насыщенная, мы уверены, следующая волатильность сохранится, будет отличная возможность заработать. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok